Включила, включила, включила. Привет! Всем привет! Я обещала видео. Сегодня я буду верна своему обещанию, несмотря на то, что у меня вчера была химия, которую я сегодня очень тяжело переношу. Я вчера, в принципе, легла спать нормально. Сегодня уже проснулась в таком состоянии, а мне нужно было рано с ней просыпаться, когда у меня горели щеки, у меня горело лицо. Состояние было вот такое, как будто это заболел вот прям гриппом в самой острой форме. До сих пор вот эти симптомы сохраняются. Единственное, что я стараюсь больше пить воды. В общем, по порядку. Сегодня у меня был такой день насыщенный. С утра я зарегистрировала ребенка в первый класс. Все, мы сегодняшнего дня уже поступившие в гимназию. И она ученица первого класса. Поэтому у меня с ней радостный такой день. Что еще? Ну и основное, самое главное, это сегодня были такие моменты в моей жизни, ну, как бы ключевые, на этапе лечения, я имею в виду, которые я ждала. Я всегда жду окончания лечения, чтобы посмотреть динамику. Вот сегодня завершился, завершился курс из лучей на руку, на подкожные метастазы. И мне кажется, что они стали меньше. Вот. Ну, мне реально это кажется. Вот рука красная, не пугайтесь, это отек. Отек сильный. Ну, сейчас он чуть спал, а вообще рука очень сильно отекает. Сказали купить там специальные, ну, в магазине компрессионные накладки на руку. Ну, что-то такое. Завтра буду в Краснодаре уже поеду. Ну, в общем, по порядку. Завтра там рядом. Возле онкодиспансера есть магазинчик, там спрошу. В общем, выписка. Дали мне выписку. Зачитаем. В общем, в принципе, что я зачитываю, да? Понятно, что три раза уже, три курса лучевой у меня было. То есть, 25 в первый раз. Сейчас было 15 на область вот этих вот лимфоузлов. Средостение такое обожженное у меня красное. И третий курс это был рукав. Такое платье удобное. Он с рукавчиками и раз, закрыл, и все. И ты красавица, и солнце не светит. Я как вампир, я теперь боюсь солнца. В общем, судя по выписке, они уменьшились. У меня есть такой нюанс, что в прошлый раз я облучение получала на фоне приема ксилоды. Капецитабин на ксилоды. И реакция была лучше. Но сейчас у меня броксан, иммунотерапия. И если бы добавили сейчас ксилоду, ну, я бы вот так вот с вами сейчас не разговаривала. Я бы, может быть, лежала где-то перебитая к плинтусу, как в прошлый раз. Но это было реально очень страшно. Я сегодня с доктором, когда посмотрела объемы, которые уменьшились, конечно, я сгрустнула. Говорю, может быть, надо было тогда ксилоду. Он говорит, да вы что, вы не вынесли. Это уже терять-то. Ну, ладно. Просто нам-то цель не просто их погубить, но еще, чтобы я осталась живая. общая выписка на руках. Сейчас мне дали вот такую справку. Донана Урбековой Кристине Владимировне 86-го. Диагноз С-58. Рак правой молочной железы, 3-женегативный тип, ПДЛ, тут идет все описание, стадия 4-я, то, что было проведено, прогрессирование в регионарные лимфоузлы, левой молочной железы, 4-го уровня слева, клиническая группа 4, ну, короче, все так нерадужно. Пациентке планируется проведение дистанционной лучевой терапии в ПЭД-технологии в Подольск в период с 15-го 07-е по 20-е 08-е. Врач-онколог, печать, роспись, печать. Это я к чему? Завтра я поеду за направлением. Вы помните, я тему поднимала, когда у нас в крае, в Краснодарском в Адыгее не хотят, и в других регионах не хотят давать направление. Вот мы пойдем завтра по такому пути я поеду с просто справкой, как они хотели, и посмотрим, ну, дадут они мне без проблем на поле или нет. Дальше. Был консилиум. Был консилиум, на котором решался вопрос вот с этим образованием. Ну, как бы, его видно. Оно объемно начинается вот отсюда, вот оно, вот, и уже пошло сюда. Короче, короче, уж там и страшно. С этим образованием но облачать нужно, чтобы оно не прогрессировало. Будет облучение, поэтому я сейчас лечу в майкоп. Мне нужно, кстати, вот эту выписку донести и вот и вот это. И вот это донести своему онкологу, чтобы он дал мне свежее какое-то заключение. И к тем документам, которые я подала на инвалидность, их тоже нужно донести. То есть, завтра я прилетаю с самолета, еду в краевой онкодиспансер, потом еду в поликлинику на Силанкево и попытаюсь сдать вот это все. И попутно возьму направление по этой справке для лечения дальнейшего. То есть, вот как я и говорила, лечение затяжное и мне поэтому приходится долго здесь жить. И то, что вы мне помогаете вашими средствами, репостами, кто чем может. У кого-то нет финансов, но вы сделали репост и люди увидели, откликнули, помогли, потому что пока очень сложно. И у меня нет ни времени, ни сил, ни ресурсов сейчас на работу и все средства это сейчас то, что помогаете мне вы. Сейчас будет инвалидность, я думаю, это мне поможет. Но пока моя жизнь в ваших руках. Поэтому огромное спасибо. Если честно, мне порой уже неловко писать посты и я в основном стараюсь больше благодарить. Но сейчас у меня вот впереди еще один такой момент будет, почему я говорила, один из важных решающих моментов. Я по приезду в Москву через неделю буду делать молекулярно генетическое профилирование опухоли, то есть генетическое исследование опухоли, ткань, берется, проводится биопсия, берется кусок опухоли и не как у нас парафиновые вот эти вот стеклышки, свежий материал приезжает курьер с клиники, забирает его и в течение четырех недель проводится проводится обследование, исследование на все возможные гены, на мутации, на реакцию, на какие-то препараты. Это проводится с целью того, чтобы подобрать более подходящее лечение. Это вот именно мой случай, когда уже основное лечение не помогает. Может так получится, например, ты болеешь раком в груди, а у тебя оказывается есть чувствительность к препаратам, которые влечат рак почки. Ну, почему нет? Нужно пробовать. Поэтому я как раз возвращаюсь с Майкопа. 15-го у меня разметка на КТ. Будут размечивать эту зону и ее будут облучать. Я очень счастлива, ребят, потому что ту боль, которую доставляет мне вот это образование, я с трудом сплю. Как раз когда мне делали лучевую, я же лежала на этой, но на этой штуке. Было очень больно. Вчера было очень больно. Я хотела встать и уйти. но я понимаю, что это нужно. Когда встаешь уже и сразу про боль забываешь. Я живу тем моментом, что я знаю, что я сейчас останусь в процедуру и болеть не будет. Поэтому боль не должна диктовать нашими действиями, ну, диктовать, что нам делать. Что еще? Я просто пытаюсь коротко, потому что я знаю, что вы не любите длинные видео. В общем, про справку сказала, то, что летаю, сказала, консилиум, то, что я сказала. Тоже сказала про генетическое очень дорогой, ну, как бы для меня анализ, вот, который, ну, который, на самом деле, поможет мне в дальнейшем подобрать лечение и даст мне и даст мне нас не веру, наверное, ну, не верно, Вот. Много чего хотела сказать, ребят, на самом деле, валюсь с ног, безумно болит живот, безумно, я не знаю, что за реакция, каждый раз на бракса, желудок, скорее всего, живу, ну, в общем, все, не могу, пойду, отдохну, завтра дорога предстоит, самолет, это очень тяжело для меня, поэтому набираться сил. Еще раз всем огромное спасибо за то, что смотрите, за то, что помогаете, поддерживаете. Я без лести, без какого-то пафоса говорю, что действительно вы стали всей моей семьей, и я вас очень сильно успела всех полюбить, и вы знаете, вот, ну, я просто открываю директ, или сообщения в WhatsApp, и когда читаю ваши пожелания доброго утра или просто какие-то слова поддержки, это дает мне прям силы идти дальше. А то, что я иногда хандрю и говорю глупости или бешу, это не потому, что я не знаю, это тяжело, это нервная система, это психика, это уже просто очень-очень-очень тяжело, но ничего, только вперед, поэтому до новых встреч, пока!